Петербург в литературе. Петербург играет особую роль в русской литературе. Этот город очень разнообразный, мистический и таинственный, полный контрастов. Петербургские улицы, Нева, доходные дома и музеи – все это нашло отражение в мире прозы и поэзий. И мы с вами совершим небольшое книжное путешествие по Петербургу. Николай Васильевич Гоголь. Петербургские повести. Жизнь Гоголя была тесно связана с Петербургом. Впервые он приехал сюда в 19 лет, в 1828 году. Сначала он жил в доме аптекаря Трута, около Кокушкина моста. Затем поселился в доме каретного мастера Йохима на Большой Мещанской улице. Петербург поразил молодого Гоголя своей холодной таинственной красотой. У писателя «Северная столица» являлась полноценным персонажем его произведений. Впервые Гоголь описал Петербург в повести «Ночь перед Рождеством». Там город представлен сказочным и величественным. Однако в петербургских повестях мы видим иной город. Здесь Гоголь уже более реалистичен в описании Петербурга. Об этом городе упоминается в комедии «Ревизор». Хлестаков, уехавший из столицы, описывал её величие и роскошь. В петербургских повестях Гоголь обращается к теме маленького человека. Особенно ярко эта тема прослеживается в повести «Шинель» и «Невский проспект». В этих произведениях Гоголь показывает будто бы два разных Петербурга. В одном живут богатые люди, в этом городе чистые улицы и очень много света. В другом же Петербурге живут бедняки. Здесь сыро, серо и грязно. Петербург пугает, обманывает людей, сводит их с ума. Вот как Гоголь писал о Невском проспекте в одноимённом произведении. О, не верьте этому Невскому проспекту. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется. По Невскому проспекту ходят люди разных сословий. Служащие, купцы, лакеи. По этому проспекту ходил и нос майора Ковалёва. Петербург Гоголя разительно отличается от Петербурга Пушкина. В «Бедном всаднике» Пушкин показывает монументальный, красивый Петербург. У Гоголя же это тёмный, равнодушный к несчастьям своих обитателей город. Михаил Юрьевич Лермонтов. «Маскарад». Лермонтов описывал Петербург в драме «Маскарад». В 1835 году у него родился замысел этой пьесы. Светская жизнь современников Лермонтова была очень похожа на «Маскарад». В ней царили ложь и притворство. Но между «Маскарад» сейс имеет и прямое значение. В начале XIX века очень любили «Маскарады». Особой популярностью в Петербурге пользовались «Маскарады» в доме Василия Васильевича Энгелегарта. Другим развлечением среди аристократий были карточные игры. В Петербурге были распространены и горные дома. Многие образы героев драмы Лермонтова были списаны с реальных людей. Например, прототипом шприха был Элькан, агент третьего отделения, высшего органа власти при Николае I. Главный герой драмы Евгений Арбенин. Он также, как и Чарский, далек от окружающего его общества. Арбенин видит вокруг себя один лишь обман, но ничего не может с этим поделать. В какой-то мере Арбенин похож на самого Лермонтова, писавшего едкие эпиграммы, обличающие общество. Основное место действия произведения — это дом Энгелегарта на Невском проспекте 30. В настоящее время там находится малый зал филармонии. Дом Энгелегарта пользовался популярностью в светской публике. Сам император и великий князь посещали маскарады в доме Энгелегарта. «Интересно, что таким образом они могли оставаться неузнанными». Так об этом говорил Арбенин. «Под маской все чины равны, у маски ни души, ни звания нет, есть тело. И если маска и черты утаины, то маску с чувств снимают смело». Фёдор Михайлович Достоевский «Бедные люди». Действие многих произведений Достоевского происходит в Санкт-Петербурге. И одним из таких произведений можно назвать роман «Бедные люди». Главные герои книги — Варенька Добросёлова и Макар Девушкин. Петербург в этом романе разный. С одной стороны, это громадный, гремящий, кипящий город. Совсем по-другому в книге описываются Васильевский, Петроградский и Крестовский острова. Там чисто, свежо и легко дышится. В одном из писем к Вареньке Макар Девушкин описывает набережную реки Фонтанки в вечернее время. Там встречаются уставшие, несчастные люди. Извозчики, рабочие, артельщики. Совсем по-иному он говорит про Гороховую улицу. Это шумная, блестящая улица. Там много магазинов, где продавались цветы, шляпки, разные украшения. В этом романе ярко и образно показан внутренний мир бедных, обездоленных людей. А любовь Макара Девушкина к Вареньке, наоборот, вдохновляет его и дает ему силу. В этом романе Достоевский показывает настоящую галерею разночиного Петербурга. Ремесленники, рабочие, аристократы, бедники. Перед нами проходят самые разные жители северной столицы. Кроме того, в книге раскрывается и тема социального неравенства, в особенности страдания маленьких детей из бедных семей. Петербург в поэзии Блока. Петербург играет важную роль в стихотворениях и поэмах Александра Блока. Поэт часто любил гулять по Петербургу и его окрестностям. Он побывал в Сестрорецке, Стрельне, Белоострове. Блок больше любил гулять на окраинах города, нежели в центре. Блок с презрением отзывался о Большой морской улице, где с утра до ночи гуляли модные франты и богатые дамы. Он ценил простоту и был равнодушен к роскоши. Однажды Блок был в царском селе, где обратил свое внимание не на пышные дворцы, а на фруктовый садик и старую собаку. Петербург казался Блоку удивительным городом. Начало XX века, революционные настроения в обществе. Именно в это время Блок окажется в Петербурге, и этот город и масштаб событий поросят поэта. Гуляя по городу, Блок замечает все те же образы и детали, описанные когда-то Достоевским. Желтые дома, зловонные дворы, придорожные канавы. Тем не менее, в своих стихотворениях Блок создает таинственную атмосферу Петербурга, имеющую мало общего с реальным городом. В 1912 году Блок поселился в доме на углу Офицерской улицы и реки Пряжки. Здесь он написал драму «Роза и крест», поэму 12, стихотворения Скифы. Образ Петербурга у Блока раскрывается через образы императора и народа. Петра I он видит и как великого реформатора, и как жестокого правителя. Сам город у Блока разный, таинственный, мистический, полный опасностей. Народ же Блок показывает двояко. С одной стороны, это бедные, загубленные души. С другой стороны, сытые, бездуховные богачи. Андрей Битов, Пушкинский дом «Пушкинский дом» — одна из достопримечательностей Петербурга. Блок одно из своих стихотворений посвятил Пушкинскому дому. Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Андрей Битов же создал одноимённый роман. Он и о России, и о Петербурге, и о русской культуре. Разделы и главы романа отсылают нас к известным классическим произведениям, таким как «Отцы и дети» Тургенева, герой нашего времени Лермонтова, медный всадник Пушкина. В связи с этим хочется вспомнить историю создания Пушкинского дома. Изначально это должен был быть музей, посвящённый творчеству поэта, но затем Пушкинский дом стал институтом русской литературы. В основе произведения конфликт внука Лёвушки Адоевцева и его деда Модеста Платоновича. Внук ещё верит в русскую литературу и во всеобъемлющее значение филологии. А деда уже нет. Классическая русская литература исчезла для него. Достоевский, Набоков, Пруст, Хемингоя и все они повлияли на Битова. В этом произведении также есть глава «Маскарад», отсылающая нас к одноимённой драме Лермонтова. И в таких текстах, как этот роман, персонаж повторяет действия персонажей других произведений, становится неким симулякром, что характерно для постмодернистской литературы. Субтитры создавал DimaTorzok